Символический факел в честь пуска газа зажгли в деревне Тургенева Меленковского района. Голубым топливом в идеале планируется обеспечить все 500 домов, среди которых есть и частные, и многоквартирные. Пока здесь греются углем и дровами. На топливо у семьи Галины Кочетковой в холода уходило до 40 тысяч рублей. Сейчас, по словам женщины, ее дом почти готов к пуску газа. Конечно, это решит многие проблемы. Проблемы отопления, конечно, это не будет. Проблемы с дровами, с углем, со временем, которые нужно тратить на отопление, и, конечно, проблема сама исчезнет. Газа в деревне Тургенева ждали более 20 лет. Желтые трубы к домам начали подводить буквально недавно. Жителям нужно было заплатить за проект новой системы отопления, купить котлы, а летом многим придется менять коммуникации. У нас население, большая часть пенсионеров, это облегчит уже их жизнь. Это комфорт, это тепло, это уют. Мы надеемся, что дома у нас как можно меньше будет заброшенных домов. К нам приедут жители, чем мы будем очень рады. Потому что у нас здесь большая школа, большой детский сад. Мы только будем радоваться притоку населения в связи с переходом газа. В деревне уже три года функционирует новая котельная. Топится она торфяными брикетами и опилками. Затраты на ее постройку составили 51 миллион рублей. Пока от котельной запитаны детский сад, школа и многоквартирные дома. С подведением газа она может остаться невостребованной. Но, по словам главы Милинковской администрации, котельную можно переоборудовать. Газ пришел. Нужно что-то делать. Во-первых, гигокалория, которую нужно оплачивать из бюджета, жителям из кармана, про 11 тысяч вы сегодня говорите, да? Она более дорогая. Газовая гигокалория. Она более дешевая. И поэтому однозначно и жители, и бюджетная сфера в последующие годы будут переведены на газовое отопление. Это даже разговор. Мы должны затраты и бюджета, и из кармана населения беречь. Кроме деревни Тургенево, газ пришел еще в два населенных пункта Милинковского района. Деревни Одино и Савково. А это еще более 200 домов. Для района Милинковского сейчас 50% людей имеют возможность подключиться к газу. После ввода этого газопровода, 51%, станет 61%. В Аютино сделаем летом, будет 63%. И газопровод, который в этом году начинаем по Пулинской зоне, в следующем году закончим еще 34 километра. И появится возможность у 74% жителей Милинковского района пользоваться газом. Когда закончится отопительный сезон, начнется основная подготовка к пуску газа непосредственно в дома. Стоит отметить, некоторые жители Милинковского района, инвалиды, одинокие пенсионеры, малоимущие семьи, за подведение газа получили компенсацию из бюджета – 22 тысячи рублей. Екатерина Гаврилова, Виталий Сергеев, Губерния 33.